ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Для того, чтобы обрести Жизнь, её надо обрести здесь, сейчас. И у каждого человека есть этот шанс, и каждый на это способен. Единственное, что не надо от кого-то чего-то хотеть, надо работать самому и быть искренним, и быть честным с самим собой. Не вкладывать силу и внимания в то, что тебе не нужно. И всё. Это очень просто, ребят. Да, красочные картинки, да, красочные всякие, скажем так, соблазняшки, которые входят и распечатаются на уровне первичного сознания. Но как только мы вложили туда силу внимания, они начинают оживать, они приобретают трёхмерность в нашей голове. До этого они двухмерны. На уровне двухмерности отсекайте, чтобы оно вам не преподносило и чтобы оно вам не давало, если вам это не нужно. И ничего этого не будет, не будет ни страха, не будет никаких невозможностей выполнить ту же духовную практику или ещё что-то, не будет никаких навязывающих идей. Это вот, знаете, как на спам поставил, оно пришло и ушло в спам. И всё, и тебя не тронуло даже. Сознание — это информация. Все остальные реакции — это реакции, которые происходят на уровне тела, на уровне всего. Это вследствие реализации данной информации. Это чтобы понимали. Сознание не может заставить, и система не может заставить тебя сделать тот или иной выбор как Личность. Но ты вкладываешь силу внимания в эту программу, и ты её реализовываешь. Ты — больше никто, ты как Личность можешь реализовывать. И весь фокус заключается как раз у твоего сознания — это обмануть тебя как Личность и втянуть в этот процесс наблюдения и самосопротивления. Сознание всегда пытается, даже духовную практику, человек что-то прочувствовал, что-то понял, оно пытается проанализировать и дать этому логическое объяснение. Но когда человек выполняет практику, он всё понимает. Или молитвенные состояния, когда наступает, когда действительно находит, вот, как говорят, Дух Святой нисходит, да? То есть у человека есть понимание целостное. А потом, выйдя в «нормальное», так сказать, в кавычках, состояние естественного человека, смертного, то, естественно, сознание начинает это всё подвергать своему анализу, ну, по-своему перестраивать для того, чтобы убедить Личность, что всё это глупость была. И вот здесь порождается масса различных сомнений, было ли, а не было ли. И вот здесь как раз и выбор идёт Личности — слушать сознание, то, что оно отрицает всё Духовное. Или же жить Духовным, потому что оно есть. Та Любовь, та Жизнь, которую человек обретает, и променять её здесь на что-то, ну, нет ничего, на что её можно променять. Вот реально нет. Всё остальное, ну, это навязано от сознания, от ценности. Ничего здесь человек не может иметь и ничем он не может обладать таким, чтобы оно было гораздо ценнее, чем реальная Жизнь. Когда человек действительно настроен на Духовное развитие, он стремится к Жизни, то ничто не может повлиять. Я приведу простой пример. Когда ты повернулся к Солнцу, ты видишь Солнце, и ты к нему стремишься, а Солнце в данном случае — это как метафора Жизни, Жизни Вечной, Жизни, которая не заканчивается, и ты действительно идёшь к нему, то никаких теней ты не видишь. Их нет, и быть не может. И никто не может на тебя воздействовать, никаким образом как бы не хотел. Но вот когда ты поворачиваешься к Солнцу задом и идёшь в частью леса, то чем глубже ты заходишь в лес, и чем дальше ты отходишь от Солнца, тем больше становится теней, и тем меньше шансов у тебя выйти из этого леса. Для того чтобы человек смог прочувствовать Любовь Божью, он должен сам вначале научиться любить. Человек должен заслужить, он должен стараться, он должен обрести, он должен начать Жить, он должен хотеть этого, он должен стремиться к этому — тогда это придёт. И он, скажем так, в данном случае должен, преодолев себя, перестать слушать своё сознание. Вот оно отрицает, оно ругается, а человек движется, потому что он чувствует, что это правда. Пока ты слушаешь «Я не могу», оно не может, оно никогда не сможет, а ты можешь, ты реально можешь. То, что испытывает Личность в контакте с Миром Духовным — это первое, это, ну, трудноописуемое счастье. Это тяжело передать словами, это та безграничная Любовь, это действительно счастье. Когда искренняя Любовь идёт, когда действительно человек пробуждается и правильно выполняет свой намаз, свою практику духовную, то происходит вот это раскрытие общения, ему ничего не надо, понимаешь, материального. И вот здесь оно и начинает расти. То есть именно вот эти моменты, они и пробуждают, и они дают силу, потому что внимание вкладывается не во внешнее, а во внутреннее. И вот здесь оно обретает уже опыт и практику, общаясь с Миром Духовным. А Мир Духовный, он бескрайний. Вот этот Мир как раз, он и является так, лёгкой галлюцинацией, мгновение такое вот. Когда человек сталкивается, а люди часто сталкиваются с таким Божественным проявлением духовным, то есть с капелькой Аллата, он испытывает то, что пробирает, как говорят, до глубины Души. Ну разве может что-то в этом мире вызвать подобное? Вот даже такой вот маленький опыт, он показывает о том, что насколько всё бесценно в материальном мире по сравнению с Миром Духовным. Но человек ведь не имея опыта, он всего лишь это… Знаете, это как когда сильный ветер, идёт волна, ты далеко-далеко от берега, но капелька от океана на тебя впала, а ты имеешь возможность вообще поселиться в этом океане и стать частью этого океана. Личность как раз вот та, которая проявляется в глубоких молитвенных практиках, настоящих, правильных, на чувственном восприятии, когда есть только Любовь, когда есть естественное слияние с, ну, говоря земным языком, с Миром Божиим, да, когда есть проявление духовного, реальное проявление в самом человеке, внутри, в глубине, нигде, это снаружи. Если человек чувствует что-то снаружи, это всё система. Это опять-таки всё фокусы сознания, когда это есть внутреннее, глубокое, настоящее, его ни с чем не спутаешь. Когда человек обретает свободу, когда все мысли, как сатана от Бога отлетают, вот это и есть действительно духовные опыты. Но сохранить это можно? Можно. Но если человек не сохраняет, это тут же утрачивает, ну, это его выбор. Но во всяком случае это шанс. А в чём смысл? Смысл как раз сводится в том, что если у человека действительно есть стремление Жить, он Живёт. Я имею в виду духовно Жить, духовно Свободно, если это его главная цель. Если человек хочет Жить, и если он ощутил, прочувствовал, что он Личность, просто не надо это утрачивать. И вот оно должно быть всё время, чем бы ты ни занимался. Любовь — это высшее понимание, это то, что… А вот слова заканчиваются на том, как это описать, что такое Любовь. Любовь — это когда счастье, внутреннее счастье, это настоящая Жизнь, это свобода. Можно ассоциировать Любовь. Любовь — это счастье со свободой внутренней, понимаешь, безмерной. Это то, что стирает все границы и устраняет все страхи. Тогда не может быть ни страха смерти тела или ещё чего-то, потому что человек обретает понимание, что он не может умереть. Но это приходит лишь тогда, опять-таки, когда он получает свободу. А свободу он получает лишь тогда, когда он… Главное, у него цель в его жизни — это обретение как раз вот этого стремления, и когда он сосредоточен на Жизни, ну вот так скажем, тогда он её обретает. То есть когда большая часть сил, данных на обретение Жизни, тратится на обретение Жизни. И вот внутренняя именно эта целостность, именно внутреннее наполнение и целостность, скажем, в Духовном плане, именно та Любовь, та свобода внутренняя, оно и даёт эту Жизнь. Но для этого надо дойти. Нужно обрести эту свободу. Редактор субтитров А.Семкин